Итак, всем привет! Добро пожаловать в вторую серию по Совет Репаблик. И поздравлю я, наверное, начну всё-таки новую игру. Я не буду продолжать прошлую, потому что я там накосячил с водой, не знаю, долго не мог разобраться. Но там, в принципе, я посмотрел видео, как всё это можно сделать, организовать. В принципе, как-то мы, наверное, возьмём всё ту же самую. Восточная Европа, средняя холмистая местность. Давайте вот эту возьмём мапу. В принципе, не знаю, давай вот так. Подопроводка, канализация я отключу, мне неинтересно, может с этим увозиться. Утилизация отхода, отходы и снос, давай, техническое обслуживание включим, годовой цикл. А хотя ладно, давайте воду чуть немного запаримся. Разумная норма. Система образования, да, нормальная, просто стимуляция дорожного движения. Ну, типа такого, да. Неподвижное солнце, движущееся солнце. Ну, в принципе... В принципе, наверное, как-то так. Рекция к каждому... Ну, всё, в принципе, настроил. Можно начинать. И вот и начинаем мы. Так. Давайте как сначала определимся с местностью, где... Мне хотелось бы тоже, наверное, где-то на границу между... Между, скажем так, двух... Государство, я не знаю. Типа, советское и... И альянсо. Типа такого. Так. Что у вас тут есть? Просто граница, ничего нету там. То есть электричество купить лучше, что не получится, да? Так. Ну, наверное, этот угол не стоит самый удачный. Давайте смотрим, короче, противоположный. Так. Летим в другой конец карты. Как-то, как видите, большая. Прям огроменная. Тут стройся, не перестройся. Так. Как тут? Ага. Вот так вот. Отдаляемся. Что у нас здесь? Ну, тоже такой пунктик. Здесь. Ну, в принципе, тут неплохо. Тут железная дорога. Если что есть, вот можно будет закупать электричество. Что может нам пригодиться. Так, давай коврем, еще остановим, пожалуй. Угу. А что по ресурсам? Где бы мысли о как-то полезных ископаемых? Так. У нас еще все это есть. Я, наверное, не могу посматривать, да? Ну, да, мне что-то исследовать надо. Ладно. Что поделать? Так, ну, давайте тогда посмотрим, я не знаю, транспортная коммуникация, промышленность. Вообще в отрасли просто нам нужно для начала, я не знаю, уголь. Цементный завод, бетонный завод. Промышленность, это вот здесь, наверное, уголь. Вот. Угольная шахта, угольный комбинат. Ну, давайте смотреть, где тут, в принципе, этот уголь у нас тут, да, поблизости, я не знаю, хоть где-то есть или нету. Хоть немного. Да, мугля у нас тут. Прям поблизости, чтобы у нас тут нету. Это печально. А не, вот, тут что-то есть. 3% Ну, я понимаю, что это, вот, совсем ерунда. То есть, ну, 5%, но это не серьезно, чтобы прям ради этого тут, короче, прям город разбивать. Хорошо, а ближе к советской, я не знаю, граница. Тоже проблематично, да? 1%, 2%. И тут у нас вода. А ведь уголь у нас на воде получается. Вот тут, в принципе, что-то есть, 15%. Немного, но... Ну, блин, ну, ребята, ну, дайте побольше, я не знаю. Хотя, в принципе, я не знаю, может, в начальном этапе это и нормально, как бы. Типа, вот здесь вот уголек можно добывать. Ну, ладно, давайте, короче, здесь основываться. В принципе, там, до той границы, не то, что прям и далеко. Угольная шахта, давай, короче, угольную шахту. Сразу развернем ее, как-нибудь, вот так вот. 16%. Да, дороговато. Так, поставили. Сразу, да, как-то дороги, может, разметим. Ну, в принципе, здесь же можно, короче, электроэнергию, короче, покупать. Так, и как-нибудь дорогу, я не знаю, вот здесь, наверное, у нас будет город стоять наш. А сюда, короче, будем, наверное, людей отправлять на угольную шахту. Наверное, как-то так и да. Так и будем строить. Так. Это более-менее прямо, я не знаю, надо пытаться строить. Хотя, в принципе, вот эти вот дорога, это вот. Обычно протокла, она вообще ничего не стоит. Так что, и в любой ее момент, можно там, не знаю, снести, перестроить. Так что, это... Не самое страшное. Особенно, если оно бесплатное, да. Так, ну, здесь, короче, можно, в принципе, наш городок размещать, да. Как-то так, да. Как-то так. Что теперь нам надо? Так, ну, с дорогами пока разобрались. Автопарк. Давай-ка, что-то в автопарке у нас. Мало, конечно, автостанция. Вот это вот стояночные места для техники, то есть все вот это надо. Надо ли нам тут это? Короче, подожди, давай-ка дорогу еще сюда проведу как-нибудь. Тут у нас все ли людей, убоговаря, здесь там всякие станции, там вот это вот будет. Как-то так, я не знаю. Немножко выровняем дорогу. Ага. Замечтательно. В принципе, можно даже ее как-то соединить. Под прямым углом хотелось бы вот так, да. Все, в принципе, вот тут вот, считайте, зону зону обозначили. Так, депо. Где там бесплатный. Блин, тут, конечно же, у нас рельефчик такой. Такой себе. Пидется, опыт подвыравнивать иногда. Так. Отлично, замечательно. Слушай, а почему здесь забол не поставился вот на этой? Типа баг какой-то или что это? Так. Так, что-то я не то делаю. Блин, дорога. Ладно, эта фигня, в принципе, бесплатная. Давай-ка еще. А, хотя, в принципе, нам хватит, да, для начала. Если что, потом еще доставим. Пока сейчас перепроверю, тут все ли дорогами соединено. Вот так вот. В принципе, нормально. Так, база спидтехники, база спидтехники. Блин. Опять что-то не то делаю. Так, какую дорогу? Вот это снести, пожалуйста. Так. База спидтехники. Пожалуйста, построи мне ее. Там, если что, дорогу сами, короче, дотянем. Если это что-то на низинке, то ничего страшного, да? Угу. Так, а здесь ты не хочешь, да? Нет, что-то что-то меня тут за дорогой, короче, надо придумывать. То есть, слишком большой уклон. Ну да. Там прям такая хорошая говочка выходит. Здесь тоже как-то так не получится. Мда. Мда-да-да. Ладно, если еще что-нибудь другое туда поставим, да? Удалить. Удалить. Отлично. С этим разобрались. Так. Для пассажиров. Автобусная остановка. Кузовая автостанция. Наривной терминал. Так, ну мне еще, по-моему, заправочная станция нужна. Еще она, кстати, не открывается. Эноритическая отрасль. То есть, мне что пока? Без электричества, что ли, жить? Так, ладно. Мне пока нужно это... На угле, короче, сконцентрироваться. Давайте, короче, пока-то достроить... Так, ну, уголь мы типа добываем. Углю, наверное, надо дорогу провести. Так. Что тоже, в принципе, может быть немного проблематичным. Так, ну, а как-то вот так оно будет идти. Ну, вот как-то так вот. В принципе, расстояние тут... Не самое большое. Угу. Так, для грузов. Ну, уголь, это же у нас навалочный груз, да? Выгрузки-погрузки. В принципе, можно на какой-то типа складик, типа, организовать. Куда все это будет свозиться. А потом, короче, все это продавать на границе. Чтобы, короче, бюджет наш уходил плюс. Уголь. Так, ладно. Давайте, короче, жильем пока построим. Ну, типа, вот такой вот 157 работников. Так. Что там по удобству? 68. А что-нибудь по-комфортнее у вас есть? Вот, 87. Это на все закрыто, нам еще и недоступно. Да, это все это исследование. Мне надо 68 процентов до 170-87. Типа, поменьше людей живет, но... Ну, и такие прям маленькие домики мне тоже особо строить не хочется для начала. Ну, давай вот это. 87, мне кажется, это самое самое нормальное. То есть, что я могу сейчас выбрать. Где-то. Вот. Типа, как-то так. Один дом. А здесь что, блин? Плосковое, что ли, блин? Почти, не нравится, что ли? Здесь, конечно, такая, блин, холмистая местность. Ну, блин, хочется ровно поставить. Тут местность нам, скажем так, не позволяет. Инструменты рельефа. Выровняйся рельеф. Поровнее, пожалуйста, сделай мне. Ты, в принципе, здесь как-то давай. Поровнее. Чтоб было. Как застраивать. Ну-ка посмотрим, что я там наровнял. Ну, клончик поменьше стал. Ну, ладно. Там еще, там еще разберемся. Так. Давай эгостроение дальше, короче. Вот эти дома ставить. Ну, блин, не хочу криво. Короче, ставь вот так. Блин, все равно ты его поставил. Так, и дорогу, пожалуйста, кто снеси мне. Где там это? Почему мне кажется, что как-то криво все равно, блин, стоит. Это криво-дорогу поставил, я не знаю. Походу, я, наверное, как-то криво дорогу завел. Ну, да, какая-то она кривая, по-моему. Ну, да. Короче, давай-ка отменим. Пока не поздно. Не хотелось бы, как говорится, сразу там, сходу из города уродств превращать какое-то, я не знаю. Сделаем все ровненько и по красоте, да. А я еще знаю, тут как-то можно было сетку для выравнивания. Топография. Так. Сетка рельефа, вот. Вот, короче, по ней можно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же тут криво все и неровно. Ну-ка, 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 давай-ка. Все ровненько сделаем, четенько, красивенько. Получается как-то так, да? Вообще, конечно, кажется, что вот так как будто бы надо, но... Нет, все-таки говорили, что типа вот так надо. Ну, давай тогда и эту, блин, всю дорогу снесем. Тотой бабушке. Короче, да. Сносим все это непотребство и, короче, ставим нормально. Игра медитативная. Никуда спешить не надо. И, слушай, как говорится, исправить на этапе планирования, да? Чем потом мучиться. Хотя, на удивление, я поставил этот ровно на глаз. Что, простите? Что-то мешает вам. Какая другая, что здесь, что тут? А, господи, что это потом в дороге, которая не снес. Ну, как-то так, да? Птичка в крутой спуск. Ой, блин. Короче, давай-ка поровняем тут, наверное, тоже. Так, а где я там ровнял? Снести. Теперь, ну, у тебя что-то было, это ровнять. Короче, подожди. Инструменты рельефа, ну. Все правильно я тыкал. Давай тут ровняй. Эту дорогу вести надо. О! Блин, на 15 косарей наровнял. Видите, сколько там было. Ну, а здесь-то что тебе не нравится? Вот те ровные. Веди себя в удовольствие. И все. Ну, и вот так вот. Слишком крутой спуск. Серьезно. Инструменты рельефа. Ровнять. Вот здесь, где-то он там. Что-то тупит. Ага. Аккуратненько. Понемножку. Ну, вот и ставим теперь здесь дорожку. Я в рифмах сказал. Ну, чуть-чуть, может, кривовато, но тут ровнее, мне кажется, не поставишь. Так, ладно. Пусть я подожди. Мне просто интересно. Но я хочу проверить кое-что. Промышленность. Это вот гравий. Гравийный карьер. Слушай, да, у нас тут немного гравия есть, но... Поскольку у нас здесь вот просто интересно. Слушай, там, блин, мы тут в горы, короче, можем играли все, короче, делать и этот... И уголь, короче, добывать в том числе. Поэтому это вообще классно. Классное место, на самом деле. Так, хорошо. Давайте. Жилье. Вот это вот. Пожалуйста, мне заверните. Раз, дом. Два, дом. Эй. Давай, дом номер три. Те. Азади, да, вот там типа такой. Кстати, не такой же прямый резкий спуск, я не знаю, что он типа тут. Знаете, смотришь, так вот ходит со стороны. Типа не такая же, если прям иголочка, чтобы типа машину там, не знаю, там дорогу нельзя было строить. Типа, я не знаю, ребята, но есть в таких городах, как типа, блин, Сан-Франциско, например. Так, ладно. Сторога мы пока разобрались. Все вроде ровненько, да? Вот здесь, короче, я только еще дорогу доведу до... Нашего угольного завода. Этот кусочек маленький, только снесу. Ага. И вот так вот. Огонь, как говорится, да? Так, дома построили. Питание и торговля. Это сразу надо ставить к астроному какой-нибудь, да? Пища, мясо. Даже универмаг вообще надо ставить по-хорошему. Малый универмаг. Чем ты отличаешься вообще от своего собрата? А вообще ничем. Внешним видом, наверное, только, да? Да, давайте смотреть по-внешнему. Так, подожди. Универмаг. Малый магазин. Нет, лучше универмаг ставить. Короче, есть такой. Типа такой товарищ у нас есть. И такой. Ой, ну, второй-то прям здоровый, я не знаю. Но я думаю, нам пока лучше бы как-то место немножко поэкономить. Конечно, выглядит мило. Я бы сказал, будет прикольно. Но просто в целях экономии места, поэтому имеет смысл такой ставить. Так, и давай как-нибудь так, чтобы к нему подъезд был, я не знаю. Можно было там продукты ему дополнять, завозить, в случае чего. Когда пойдем в аграрную промышленность. Ну, а как-то так, да? Так, что вам еще? Ресторан. Ну, это чисто ради привлекательности, да? 36 косарей стоит. Ладно, давай пока. Не знаю, бар вам какой-нибудь поставим. Типа, чтоб не особо прям тоже большой. Вот этот небольшой такой. Вообще маленький. Ой, не-не-не-не. Пивной ларек, короче, вам поставим. Типа, только мало посетителей, можно. Короче, такой вот он. Средняковый бар вам поставлю. Будем спаивать население. Да? Что это за пляжный, пляжный бак-кафе, кафе-кругозок. Ну, это пока есть вишество. Я просто знаю, что там на начальных этапах, это не то, что прям важно. Нужно ставить типа им для зоны отдыха, типа, там культура. Кинотеатр, кинотеатр надо ставить. Типа, это как мазхэв. Ну, вот как-то так и не знаю. И вот тут опять, короче, рельефа тут. Да, ну, короче, не будем прям с местом тут жадничать, скажем так. Галереи искусства, не знаю. Но это блин, дорогая, это излишество. Театры, всякие галереи. Телестанцы тоже, это дорого, гадеостанцы. Вот вам футбольная, там, не знаю, бассейн. Короче, кто хочет заниматься спортом, занимайтесь. Потом бассейн, там. Такое вот. Футбольное поле, ну, с этим много места не занимает. Короче, у нас будет играть прям в футбол, я не знаю, там, позади. Пивно лайка, короче. Бара. Ты бы пошел там, пиво, пиво там себя набрал, там и пошел в футбол, короче, резать. Не знаю. Так. Государственная трансфертура, экстренные службы, больница, пожарная часть. Ну, давайте вам больничку, короче. Ну, типа, небольшая такая поликлиника. Максим пациентов. Ну, давайте тоже небольшую. У нас пока только развивается наша республика, пускай будет тоже такое вот все небольшое. Типа, вот вам больничка, короче, лечитесь. И, короче, пожарку, наверное, ставить надо. Тоже какая-нибудь такая... Скромненькая, я бы сказал бы. У нас городок. В принципе, это, думаю, достаточно. Детский дом. Ну, даже не знаю. Детский дом вставить. А просто там садик, школа, я не знаю. Медицинский университет, технический, партийная академия. Да, это пока, я думаю... Так, ну, это преступность. Это, короче, потом. Я даже не могу просто построить там тюрьму, я не знаю. Гостиница. Туристы. Ну, типа, я не знаю, перестаньте, вообще, деньги приносят. Типа, есть какой-то доход с этого. Хотя, в принципе, 9000, не знаю, ладно. Пусть я в этот наш угли, да, я не знаю, там, или как его называть. Угоря Каменска, не знаю. Предложите, короче, в комментариях, как бы вы называли город. Вот. А пускай будет гостиница. Просто потому, что я могу. Хрисо обозрение, не знаю, прям. Ну, ладно, я сейчас тут разойдусь, короче, понаставлю. Хотя, вот, смотри, 1160, типа, вообще недорого. А, ну, ладно, пускай будет какая-то развлекуха, я не знаю, людям. В принципе, тоже там в зоне с развлекухами. Я смотрю, к ней подъезд не надо, так что пускай там до неё там пешочком ходит. Так. Пожалуйста, как-нибудь там, вот сюда вот размести её, да. Ну, это дорого вам будет. Вот такую карусельку, я не знаю. Ага. Да. А, галерея, так, всё это я уже смотрел. Ну, крытые бассейны. Ну, кстати, можно что-то такое крытое поставить, потому что пляж. Серьёзно. Прям пляж, но это где-то находится вода, это да. У нас тут вообще вода тут есть. Ну, короче, пляж, это надо куда-то им туда ехать. Травая башня, я не знаю. Всё-то дорого, зоопарк. Хм. Ну, это типа как для туриста, вот это вот всё. Короче, мы всё-то поставим, но потом. И нужно повышать лояльность, да. Советские депы, не знаю. Это ленин им, короче, поставить обязательно надо. Короче, подкарь. Ленин. Стоит, ты не знаю. Ну, надо, короче, ленину такое место, покрасивее. Я не знаю, выбрать. В принципе, где культурные центры, я не знаю, типа люди отдыхают. Типа вот так вот. Это, короче, будет называться улица Ленина. Фонтанчик, я не знаю. Ну, в принципе, тут люди гуляют. Тут пускай истык какой-нибудь фонтан, там, кинотеатра. Ну, всё, мне кажется, я тут уже увлёкся на самом деле. Заборы. Так, ладно. Коммуникации, короче, давайте строить. В том числе. Так, 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 так. Тепловая. Не, подожди, это что-то не то. Ходи мне. Давайте, короче, начнём пока с электричества, да. Вот это, типа, вот это вот самое мощное, да, которое мы можем построить. Понял, вот, лепестки высоких напряжений, там, вообще, там, мегаватт, я не знаю, 18 мегаватт. Надо ли нам пока такая. Вообще, я могу строить. Нет, это её разблокировать надо. На 15 мегаватт, короче, да. И от неё, короче, трансформаторный. Нет, нужно, короче, ставить по-другому. Туда высоко, вот это, в распределительное, мне надо ставить. Так, я не знаю, подожди. Типа, это я могу только вот большую одну вывести. А мне, наверное, не надо пока столько. Я с этой границы, короче, малым, пока средним, запитаюсь. Типа, вот такого. И мне пока это вот за глаза хватит. Поэтому я трансформаторный пункт ставлю. Как-то тут, короче, такой вот. Тоже булочку организовать. А, слушай, я могу здесь. Тут, в принципе, мне кажется, может даже самое моё место. А, короче, эти провода, это, линия сейлэп, и, короче, просто проведу так вдоль дороги. Так. Ага. Аккуратненько все это делаем, красивенько. Не спеша. Прощай дерево, как говорится. Так, ну-ка. Хочу просто, чтобы оно ровно все было. Где-то там. А ну-ка, сюда, к папе. Так, ну-ка, тут, наверное, как-то вот так поставим. Да. Угу. Ну вот и подключились, короче. Все. Считайте, что у нас электроэнергия присутствует. Так, а еще нужно не обученных, короче, не заселять туда. Последнее образование пускай люди живут. И не заселяем тех, кто мало лоялен, короче, к нам. То эти люди вроде как будут хуже трудиться и все прочее. И, короче, не надо нам таких. Отлично. Так, электричество мы, короче, себе обеспечили. Электричество обеспечили. Уголь добываем. Грузы и хранилища. Так, не, подожди. Коммуникации теперь. Коммуникации. Так, электроэнергия есть. Водоснабжение. У нас следующее по очереди идет. Так. Это тоже мы где-то здесь ставим. В зоне промышленности, скажем так. Идет 4, нормально, нормально, что надо. От нее, короче, мы водоподготовку. Ага, а тут мне придется закрутить ее. Потому что, видите, там, короче, сзади только у нее. То есть мне как-то, по идее, надо ее вот так ставить, да? Блин, не очень, на самом деле. Ладно, еще дорожку тянем небольшую, там, такой, заезде к ней будет. Типа такого, да? Так. Так. Водоподготовка. Водовозная станция. Вот. Только вот, если ты воду куда-то сам развозишь. Водораспределительный узел. Это, короче, это тоже, по идее, нам не особо надо. И вода, короче, хранится в резервуаре, да? Да, это, короче, вот так вот у нас идет. Так, нет, сначала нужно ставить водонапорную басню. Прям такую хорошую. Сколько она стоит? Что-то стоишь, 11 тысяч. Видите, смотрите, этот 11 тысяч, он прям стоит, так, этот, под землей. 500 метров кублических вода. Я думаю, лучше такое ставить. Так. По нему подъезд, прям, не нужен. То есть, мы подключаем все это дело сюда. Все это безобразие. И от него уже идет водоразборный узел. Я даже не знаю, насос на стану. Тут расстояние, принципе, не такое. Чтобы насос на станцию еще отдельно ставить. Ну, все, вот так вот скромненько, да. Ну, а теперь самое интересное. Подключаем трубы. Так, ты идешь сюда, короче. Отсюда ты идешь сюда. Отсюда ты идешь сюда. Ой-ой-ой, что я тут настроил? Я думаю, как уголя она дала. Ладно, я думаю, в принципе, не страшно, да? Главное, чтобы она все, короче, наши дома питала. Да, да, да. В принципе, она, я не знаю, тут, наверное, до всего дотягивается. Сейчас деньги у нас полетят. Ой, только держись. А, ну, теперь котельную надо им ставить. Тоже обязательно. Котельная. А то они замерзнут, я их знаю. Рецепт он до всего дотягивается. Можно котельную как-то вот так ставить. А котельную же уголь надо, да? Уголь мы можем подвозить, короче. А в любом случае придется подвозить уголь. Дай-ка, я хочу посмотреть, чтобы она прям ровненько была. Ну, как-то так, да? Ставим здесь котельную. Так, ну, это не то. Слушай, а она прямо от котельной, короче, все это питает. Так, ты просто на него уголь завози и все. Тепловой пункт. Я не знаю, он нужен вообще он. Там. Короче, давайте сели отходы. Мусорные контейнеры. Ну, как бы, это такое дело, что люди, как бы, мусорят, им нужно это все. Я, в принципе, с тех помещений тоже там все это дело необходимо. Почему так ставить, не знаю. Шауп я тут хорошо вылазит. Ну, раз хитрю, так прям плитык поставлю. Конечно, может, не очень, но гостиницу не будем, ведь он, короче, дотягивается. Так что, в принципе, я думаю, нормально будет. И давайте, короче, быстро, пока я тут не забыл все это дело, поставлю, короче, пешеходные дорожки. По нему или попадать с места на место. Да, не везде получается все это ровно поставить. Так, завернем тут. Музыка вообще огонь. И шо тебе тут мешает, да какой ты мой. Так, а здесь, на самом деле, не очень выходит. Так вот. Просто хочется немного места подэкономить, я не знаю, в данном участке. Как-то так. Не обязательно все это соединять, дело. Знаете, просто, чтобы по одной было. Дороги. Криво, ну видите, он, короче, магнитит и все. Че ты сделаешь, как говорится, да? Ну, как-то так. Говори, стараешься делать неуродско, все равно иногда получается что-то такое. Короче, что это у нас, это бар, да? А, футбольное поле, ладно. Барай-то у нас вот здесь, да? Пошел, пиво взял, футбол поиграл, пошел кино посмотрел. Искупался в фонтане, потом пошел, что это открытый бассейн, и не знаю, и на карусели домой спать. А потом утром на завод, короче, пошел вот так. Ну, да вот на этот уголь, короче, добыватель. Так. Отлично. Город, все, что для городу надо, то есть для жизни людей, мы сделали. То есть, дорогу здесь, чтобы они проложили. Спонтовая дорога, давай опять же. Потом еще нормально поставим. Дала, те тут, а, ну да, вот смотри, красная, короче, фигня тут. А, в принципе, ты знаешь, что? Мы можем все даже, а вот тут не захочет, даймуту тоже, короче, слишком круто. Так, ладно, снеси это безобразие. Ну, это тут немного подровнять, короче, рельеф. Где там, вот оно. Что мы тут протиснуться могли? Вот здесь, короче, не где красного не было. Ну, типа вот так вот, наверное, я думаю, сможет протиснуться, да? Хотя попробуем. Да, вполне себе. Соединяем все это дело. Ага. Я, правда, надеюсь, что это, типа, как бы не слишком далеко будет, чтобы люди могли сюда добираться на работу. Так, мусорки. Мусорки, по-моему, там не совсем достроил. Угу. Я не знаю, на больнице, тут все это надо, наверное, тоже. Ну, типа, это то, что надо строить, потому что, ну, как бы это без этого никак. Так, как бы, ну да, я понимаете, контейнеры все это уродует, но... Надо, Федя, надо, да. И чтоб еще как-то тачку, ну, тут подъезд к нему был, хотя он не требует, что странно. Как они, блин, контейнеры все эти потом забирать будут, я просто не знаю. Типа, как по логике для меня, ну, типа, обязательно должен быть заезд для машины там, которые все это будут вывозить по свалку. Так, и теперь вот для больших. Это для больших, по-моему, должно быть где-то здесь. Если Катерина, я не знаю, ну, блин, возле воды там ставить свалку, грубо говоря. Хотя, знаете, в принципе, в принципе, пускай, почему бы и нет. Пускай у нас будет две краски и свалки, типа такого. И все, подключаем, короче, тоже это безобразие. Так, дороги. Все. Можно читать, подключено. Стоянка, так, автомагазин. А где заправка? А, промышленная, строительная отрасль. Вообще, как бы нам было вначале ставить. Строительная контора бесплатная. Где все на строительной конторе замещать? Очень пускай техника вся стоит у нас вот здесь вот. Здесь, в принципе, такая местность относительно, конечно, нет, там тоже ГОГО. Я думаю, как-то хватит. Да, я думаю, да. Ай, где там? Канатная дорога, что? Это те, кто что вообще от ГОГО, не знаю. А вот, кстати, то, что нам надо было. Это типа склад или что это? Ой, это что-то вообще не тут туда зашел. А, господи. Крузовая автостанция. Танцы для загрузки, для загрузки и разгрузки техники. Ну да, это склад же, по идее, да? Ну, по идее, в склад. Ты можешь хранить, что? Ну, ты можешь, в принципе, хранить все, да? А не, а вот, смотри, вот, допустим, уголь, да? То есть его тут нету. То есть вот до таких вот вещей. А, ну, давай построим, в принципе, склад. Склад, дело такое. И, наверное, прямо у границы надо его строить. Как-то. Как-то так. То есть, ну, вот здесь вот. В принципе, нормально. Для пассажиров так, подожди. Это я поставил. Насыпных. Цепьмен клинозема. Погрузки. Выгрузки. И вот не знаю, как мне надо погрузки или выгрузки, блин. То есть мы туда и, как бы, чтобы завозить их, гонить. Так, ну-то на ливняк. Так, ну-то тем погружает в себя. Что ты там напоминаешь мне? То есть завозим сюда. А выгружаем, если надо на вывоз отсюда. Как-то так. Как это работает? Работает это, походу, криво. Точно такие же, как у меня руки. И точно такие же, как вот люди смотрят, которые умеют играть в эту игру, блин. Ребята, если чё, простите, как говорится. Сильно дизлайками просьба не заваривать. Если чё. Только-только-только учусь. Так, говоря, моя первая игра, это вот была первая запись. И там я не мог разобраться, как поставить этот канал. Там, чтобы людям, короче, вода поступала. Здесь вот тоже так. Потихоньку разбираюсь. Так, ну, в принципе, считайте, что есть. А, не сетитель до портина поставить, до поэпаркин. Типа автопарк бесплатный, да. А где мы сети до портина размещать? Вот здесь я хотел, да. Тут горы у нас. Тут я до портина в сети размещаю, короче, пускай у нас в до портинах будут. А, где там? Автопарк бесплатный, короче. Пускай я не знаю, как там вот тут вот всё будет. Там и местность такая, что... Не гористая, я бы сказал бы. Более-менее относительно равнина, короче. Так, ну и дорогу здесь, соответственно, ведём поровнее. Ну, вот как-то так, да. Так, это ближайшее, так, это мне надо влево всё равно будут уходить. Чтоб можно было потом и доляга в том числе пармить. Более, как-то вот так вот дорога будет идти. Но это, я тебе скажу, это, конечно, далеко. Это легковато. Так, ладно, давай, короче, технику сразу закупать. Техника, лёса, пучок грузов, во-первых, она дана. Так, подожди. Крытый грузовик. Так. Ну, то ж не то, подожди. Вот, топляк возить. Что-то я не то построил, ребята. Для пассажиров, для грузов, промышленность. Может здесь это состояние, где находится. Снова строительство, строительная контора мне, во-первых, нужна. Ну, увлекаться пока не буду, там, в парочку поставлю, там. Криво, конечно. Они бесплатные, господи. Еще потом взял, снес, там, поставил вторую, я не знаю. Демонтажная контора, там, бесплатная, есть вообще. Бесплатная цепь, монтажная контора. Второ-треточных веществ, даже не знаю. Так, гравий, уголь. Можно будет делать цемент, кстати. Ну, кстати, надо, это мне может потребоваться. Ну, да какой, смотрите, блин, 146 тысяч. Когда мне сразу, короче, придется организовывать, в том числе и не только уголь, но еще и гравий добывать. Даже не знаю. Бетонный завод. Асфальтовый, тиркопичный. Анна, короче, пускай у нас будет вот уголь и, короче, фигравий. Так, где у нас тут с гравием хорошо. Сейчас мы шмакашки, тут где-то поближе прям было. Блин, дорого, куда я буду ставить. 88%. Ты поставил его? Теперь на гору сейчас сравняю. Сейчас без денег останусь. Хотя мне там 9 миллионов, что я там. Урал, поставился. Хотя, может быть, я радуюсь. И от него еще дорогу так-то вести. Так. Нет, давай, короче, отсюда надо везти отсюда. В принципе, как-то так. Ну, вот, считайте, мы, короче, добываем, в том числе и гравий. Вызывая автостанция, подождем. Где там ставил, короче. Ну, по-моему, на ней она может коганить, короче, и то, и то, да. И мне кажется, почему-то, что здесь надо организовывать им автобусную остановку, что можете понять. Ну, да, темы не добиваются пешком. Да, да, да. Короче, 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 дело к ночи. Костроение, где там, блин, автобусной остановки. Не, она, наверное, транспортная отрасль. Автобусная остановка, вот. Тут, конечно, ставлю на такой местности, что, блин, одни горы. Ну, вот, как-то так. В принципе, они еще пешочком и сюда и сюда дойдут, да? Так, где там пешеходная, даже его. Пешеходная. Короче, вот вам, вот вам такой середик небольшой. Сюда, короче, прям на шахту вам. А можно мне тут эту пешеходную дорожку как-то завести, прям к заводу моему? Чтоб, короче, люди входили бы. Какой вам принятым поставить, я не знаю, нет, ладно. Равнять, что ли вам тут ради вашей-то пешеходной дорожке. Ааа, он не ровняет. Он не ровняет. Короче. Тут хоть куда-то может выйти. Ну, как-то так пустырь будет. В принципе. В принципе, меня это устраивает, да? Угу. Насыпные, короче. Здесь еще позабираем, отгружаем. Коммуникацию у них есть. Купить новую технику, подожди. Так. А вот оно. В принципе, я задолгою там нажимал. Так. Насколько я помню этот, короче, автобусом, вот такой нормальный. А нет, вот этот вот. 65 км. 40 пассажиров. Ну, короче, давай. Два автобуса, я думаю, пускай, короче, ходит. Так, подожди, нам надо еще автобус на остановку организовать тут. Где там вот это вот это вот она. Так, и чтобы до нее все могли дойти. Короче, просто этот уже никуда я не в пензюре. Мне еще придется сзади, короче, ставить. Сзади ставить, короче, улицу. Как-то вот так-то все это дело вести. Ага. Ну, вот эти отрезки, я не знаю, в принципе, можно посносить эти тупиковые дороги. И все равно это бесплатно все это строилось и бесплатно удаляется. Так что за них можно не переживать. Потому что у нас все красивее выглядело. Как-то так, да. И, короче, последний штрих, вот последний, последний, последний тропинки. Трока от дома, я не знаю, как-то. Так вот. Так вот такая большая-большая такая прогулочная. Сюда, сюда, сюда. Так, и садись тоже хоть куда-нибудь. Сюда, спуск. Ладно. По-моему, главное, чтобы хотя бы только один был и... Вот так вот. Так, у этого есть уже выход один. Ну, в принципе, нормально, да. Не тут все обшаговой доступности. Как-то так, да. Заправку. Заправку я так и не поставил. Где, блин, заправки. Ну, надо теперь обслуживание, кстати. Хотя, ладно, у нас пока техника вся новая. Здание техника для параметра, энергетическая отрасль. А где вам топливо брать? На границе, что ли, автостанция? Просто вроде как я пошла его, когда начинал там... Это вроде как эти автодоправки, типа, они были открыты. Поезда, ну, поезда мне рано пока еще. Общие грузы, база снабжения. Это я уже поставил. Грузовой терминал. Что это? Подожди. Антотип у нас все, да? Тоже самое, по сути. Еще нефтянку можно. Пох, станции по гуси и наволочных грузов. Я просто не совсем знаю, как эти наволочные грузы тут работают. Поэтому давайте, короче, пускай будет, да? Мало открытое хранилище. Ну, а закрытое хранилище, да? Склад, вот прям склад, тебе прям написано. Элеватор. Потому что там будет потом еще аэропромышленность развивать. Для хранения мяса, элеватор, ну, ты элеватор там для зерна, понятное дело. Ну, вроде как, ну, все остальное мы построили. Наволочные грузы, конвейерная башня. Здесь тоже все посмотрел. Балкерный разгрузочный терминал. Балкерный. Кто это вообще, блин, ой-ой-ой-ой-ой. Она-то портовая, короче, тема. Вот хранилище наволочных грузов. Хотя вот это, походу, нам все это безобразие. Вот это вот, в частности, мне, наверное, не надо. Удалю эту дорогу. Общие грузы. Овалочные грузы. Поставься здесь, пожалуйста. Я хочу конвейер. Ладно, короче, тут, походу, надо будет дорогу подредактировать нам. Где там это безобразие? Наволочные грузы. Малое хранилище. Ну, в принципе, как-то так. Ну и дорогу ставим, соответственно. Ага. А ты что у нас эти наволочные грузы, то у нас что там хранишь? Просто еще раз хочу посмотреть. Где-то там, господи, молочные грузы. Так, ну, уголь, да, вот, камень, крови, то есть это вот то, что нам надо. Ну, отлично. Давайте, короче, запускаем. Хочу просто полюбоваться наш городок. Пускай все у нас застроится, тут, понятно дело, за рубли. Ну, ах, атич, какая. Сейчас дома построят, кинотеатры. Ну-ка, давай-ка, давай-ка. Опа. Все построили, все построили. Отлично. Осталось организовать движение автобуса. Новая станция. Короче, забирай людей отсюда. Загружай их. Сюда. Поехал. Берешь людей отсюда. И выгружаешь. Сюда. Но пока не едешь. Экс. Что еще, что еще. Заправку, я не знаю, как вам тут организовать, уж простите меня. Автодороде. Но тут, блин, информация. Все видов технологии и техники неврадимы регулярно заезжать на заправочную станцию. Выберите автодоправочную станцию. Депо-техническое обслуживание. Так вот же оно. На станции будет отмечено значком Б. При наличии заправочной станции, техника укрепляет туда автоматически. Чтобы узнать, что оставшийся запас топлива, откроете окно техники, щелкнуть по ней. Чтобы заправочная станция была готова, сверху нищей должно быть топлива. То можно подвести автоцистернам или купить за рубежом с помощью значка. Блин. Слушай, склад, который я построил, что он там. Там или с заводами. Не подключена к электроэнергии. Так, где у нас тут, блин, я ставил щиток распределительный. Так, подожди, здесь. Ты не подключена к электроэнергии. Подожди. Как это ты не подключена? Электросоединение. Ай, блин, а сюда ты не добиваешь, да? Это типа есть. Не есть, пока что. Ладно. Давай-ка, короче. Подожди, а докуда ты добиваешь? В принципе, до всех остальных меня добиваешь, но вот до этого здания нет. Ладно. Ну, и где там у нас электроэнергия? В принципе, можно еще один шкаф поставить, я не знаю, и тут. И привести к нему тоже небольшие лапки. Так, ну это какое-то угородство уже получается. Так, это отменяем. Дорожку здесь уносим. Знаете, что я хочу сделать? Ни за что не угадаете. Так. Удалить лэп. Удаляю, удаляю, не бойся. Снесли лэпку. Так, и теперь ставим, короче, тут вот трансформатор. Вот таким вот образом. И к нему, короче, подводим лэпочку. Вот так. И вот так. Все, теперь он по красоте прям. Сейчас смотрим, он построится. Так, электричество есть. Экспорт-продажа, импорт. Покупай мне, пожалуйста. Я не знаю, сколько нам надо. Типа вот столько хватит. Сами-сами решают. Электроэнергия. Так, ну, в вода, походу, все нормально. Или нет. Типа, наверное, еще просто народ не дошел до места работы. А вот, кстати, я не знаю. Им надо вот тут вот прямо автобусную столовку делать. Очень, наверное, мне кажется, надо. Ну, как бы так получше организовать. Хм-м-м. Так, значит, давайте поставлю тут автобусную остановку. Пой заездик небольшой. Заездик, проездик. Если тут вы доходите до сюда, да, куда вам надо. Ага. Все. И второй автобус, короче, знаете, как едет. Я ему удалю эти два маршрута. Удалить маршруты. Отсюда едешь и везешь сюда, короче, людей. Это вот второй автобус вот так вот будет ездить у меня. Все. Что у тебя по бензину? Короче, ребят, давайте мы с бензином будем подпираться уже в следующей серии. Мы построили эту республику там в начальном уровне. Ну, а вам спасибо за внимание. С вами был Зазепа. Всего хорошего и пока.